Здравствуйте! Росрыболовство, оперативная группа госинспектора Ковришкина. Смотрите, можно еще у вас лодочка? Да, конечно, конечно. Ребят, сейчас нерестовый запрет, рыбалка с лодки запрещена. Ребят, мы формируем, а чем мы едем? Снасти возим разобранные. Инспектор Росрыболовства Алексей Ковришкин, браконьер, отслеживает пятый год за это время на своем участке Волги, от незаконного уже не отводил ни один десяток нарушителей. Другие смотали сети и не появляются на реке после выписанных штрафов и уголовного преследования. Этой весной выписано с десяток предписаний. Меньше становится и сеток, меньше становится и нарушителей. Ну, совсем люди не уходят от этого промысла, кто занимается. Как правило, их ничто не останавливает, так и есть злостные нарушители. А вот, как мы называем бытовое браконьерство, когда там дачник вышел, там сеточку поставил, этого меньше стало гораздо. Охота на браконьеров инспекторами Росрыболовства с 25 апреля и до начала июня ведется круглосуточно. Помогают ловить нарушителей закона полицейские, природоохранные прокуроры и представители областного департамента охоты и рыболовства. А депутаты ужесточают законодательство. Совместными усилиями за последние годы удалось снизить число любителей незаконной ловли рыбы во время нереста. Ведь штрафы теперь измеряются в тысячах рублях. А при большом ущербе природе даже можно угодить за решетку. Тем не менее, полного запрета на рыбалку сейчас нет. На удочку можно рыбачить на одну и на два крючка, только с берега, не с лодки, а именно с берега. В середине мая стартовала акция «Волга без сетей». Она продлится почти до конца июня. За три первых дня инспекторы Росрыболовства уже изъяли 39 сетей, более сотни специальных ловушек. Отпустили на волю 117 килограммов леща, судака и сазана, плюс 91 килограмм раков. Местные жители, живущие по берегам Волжских лиманов в районе Новокубышевска, рассказывают, браконьерам они не рады. Привесимы чураки, потому что тут бывает, что незнакомые лодки заходят ближе к ночи. Когда сетками перегорожено, здесь остается только какая-то лодчок. Рыбу, которую не удалось спасти, а также браконьерские снасти, инспекторы фиксируют в отчетах и утилизируют. В этом рейде было обнаружено 5 сетей и 8 других запрещенных снастей. На волю отпустили порядка 50 штук рыбы. В конце рейда вместе с инспекторами рыбоохраны Самарской области мы наткнулись на такой браконьерский стан. Землянка разрушилась во время зимы, но какой-то антураж здесь сохранился. Вот, например, вот такой схрон. Здесь есть вот и некоторые продукты питания, какая-то посуда, лекарства. Место для приготовления пищи. И импровизированная вот столовая, стол. Даже цветочки, как говорят рыбы-инспекторы, недавно здесь были браконьеры. Но, как говорится, они вернутся, чтобы делать свой теневой бизнес. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.